Всем привет дорогие друзья, с вами Джокер и это очередная серия постройки механического дома. Эта серия не будет нести никакой смысловой нагрузки. В этой серии я всего лишь вам покажу то, что я сделал без съемок. Также расскажу про свои идеи и немножко расскажу про сам канал. Эта серия не будет нести никакой смысловой нагрузки, я не буду никакие строить механизмы. Так что вот так. Кому не интересно такая серия, можете сразу выключать видео. И да, кстати, поставьте лайк за такое интро. Я его рендерю около 4-5 часов, где-то так. Я думаю получилось оно в принципе нормальное. В общем-то давайте приступим и начнем мы с первого пункта. Это то, что я успел сделать без съемок. Ну без съемок я всего лишь доделал лифт. То есть у меня теперь схема выглядит вот так этого лифта. Я сразу говорю, над компактностью механизмов я не парюсь. То есть вот у меня есть такой вот механизм здесь. Над компактностью его я не парился. В общем-то давайте посмотрим, как он работает. В общем-то у нас есть кнопка вызов лифта. Нажимаем на нее. И наш лифт приходит к нам вот сюда. Значит мы заходим и допустим мы хотим подняться на третий этаж. Нажимаем вот ту вот кнопочку самую дальнюю на третий этаж. И мы на третьем этаже. Мы хотим допустим спуститься на первый этаж. Мы закрываем, нажимаем на кнопочку. И мы постепенно сейчас будем спускаться на первый этаж. Сейчас нам сигнал пройдет. Вот мы спускаемся на первый этаж. Как можно заметить. Вот так. И если мы хотим допустим назад на второй вернуться, то мы возвращаемся на второй этаж. Вот так. Это все выглядит. Схема еще раз давайте. Я вам покажу схему эту всю. Схема выглядит вот так. То есть я над компактностью еще раз повторяюсь. Не парился. Вот. Как бы это механический дом. Тут компактность механизмов не играет роли. Тут самое главное сам механизм, а не его компактность. В общем-то вот так вот у меня получился лифт. Ну, в общем-то, давайте теперь я расскажу про такой вот... Ну, про мои идеи, связанные с механическим домом. В общем-то, смотрите, народ. Что я хочу сделать? Сейчас я спущусь на первый этаж на нашем лифте. Давайте заодно проверим его, как он со второго на первый спускается. То есть вот так вот все отлично у нас работает. В общем-то, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу сделать вот здесь такую огромную комнату. Большую-большую комнату. Ну, я так пока что, черта не... Ну, хотя бы начало комнаты сделаю это. В общем-то... Так. Вот. То есть вот, допустим, вот у нас будет... Ну, пока что это небольшая комната. Ну, в общем, вот такая вот у нас комната, допустим, будет, да? Вот. И... Смотрите, что я хочу сделать, народ. В таком... Ну, в... Не в одном механическом доме я еще пока что такого не видел. В общем-то, я скоммуниздил идею эту у Зелика. Вот. Сейчас сразу начнется срач в комментариях. Ты скоммуниздил эту идею, это не твоя. В общем-то... Ну, я, естественно, ее переделаю, эту идею немножко. В общем, смотрите. Какие я хочу сделать? То есть вот у нас такая, допустим, комната есть. Ну, это приблизительно. Возьмем... Ну, давайте... Пусть этот блок. В общем, вот так вот у нас будет... Такая заходим мы в эту комнату. Большая такая комната у нас будет. Красивая. Все... Все красиво будет сделано. Вот. И я, допустим... Ну, и смотрите вот тут. В общем, что я хочу сделать? Я хочу сделать вот такие вот небольшие портфори. То есть вот так вот будет портал находиться. Там вот будет, допустим, очертания. Ну, как в портале. То есть, смотрите. Мы заходим в этот портал и чуть... И оказываемся в той комнате, которая находится там. Ну, здесь будет вот так вот разлита вода. Но это я с помощью МЦ Эдита сделаю. Да даже не с помощью МЦ Эдита, а так. Сделаю. То есть вот так вот у нас будет разлита вода. Кстати, а какой ID у блока воды? Тут есть такой блок. Вот это только вода. А, ну, давайте попробуем сделать вот так. В общем-то, меня отвлекли. Давайте попробуем сделать вот так. А, здесь же же садблок не работает. Ну, в общем, вот такие вот порталы будут у нас идти, допустим. Вот так. И давайте еще сделаем вот так. Это все дело. Естественно, это будет все на командных блоках сделано. Ну, по-другому тут никак. В общем, вот такие вот у нас будет портал идти. Комната с порталами. Все украшено, красиво, все будет. Ну, и тут где-то портал от 3 будет стоять с одной и с другой стороны. То есть, допустим, мы хотим телепортироваться в лабораторию. Ну, это допустим. Мы заходим в эту вот сюда, в портал и оказываемся в лаборатории. То есть, у нас здесь будет также часть этой комнаты. То есть, вот так вот будет как бы видна часть. И когда мы будем выходить с портала, то есть, вот с этой стороны, у нас будет также видна, видимо, этот портал, допустим. То есть, как в портале. В общем, эту идею я, естественно, с коммуниздью у зелика. Но у меня чуть по-другому все это будет выглядеть. У меня будет один вот такой вот небольшой портал. Вот. С одной и с другой стороны. И мы вот так вот заходим и будем телепортироваться. В общем, вот такая вот у меня идейка появилась. Я не знаю, хорошая она или нет. В общем, вы можете написать в комментарии. Так что, в общем, пишите. Прямо сейчас берите и пишите в комментарии. В общем-то, также, теперь, наверное, на хотение давать еще раз скажу, что я хочу сделать еще. Также я еще хочу в этой же комнате сделать огромную такую дверь. Допустим, 5 на 5 или, я не знаю, которая будет вести в огромный холл. То есть, огромный холл развилы с развилками. Там будет, допустим, игровая комната. Здесь такие будут. То есть, порталы находятся не такого значения. Может, даже всего лишь 4 портала здесь будут вот так находиться. Вот таким вот образом. И большая дверь будет. То есть, большая дверь у нас будет идти в большой-большой холл. То есть, такой вот он будет купольной формы. То есть, как куполом сделанный будет. Может, и не куполом, может, квадратом. Ну, скорее всего, куполом. Будет посредине люстра. В общем, все красиво будет оформлено. И будут такие вот развилки. То есть, в игровую комнату. Там куда-нибудь еще и куда-нибудь еще. В общем, вот так. И также я еще хотел бы вам показать одно местечко, которое у меня есть в моем механическом доме. Оно похоже на купол. И у меня появилась такая идея. Тоже ни одного... Это такой креатив будет. Даже не механизм. Это будет такой креатив, как бы сказать. В общем, смотрите. Когда... Так, сейчас я вылезу на улицу. Вот. То есть, у нас здесь будет... Вот он такой вот, видите, как бы купольной формы. То есть, вот такая вот гора. В общем-то, меня опять народ отвлекли. Но мы продолжаем. В общем, видите, вот такая вот у нас тут есть гора. Можно даже сделать и вон там вот. Ну, в общем, посмотрим, в каком месте можно будет сделать. Но я пока что предлагаю вот здесь. В общем, смотрите. Знаете, как есть такие обсерватории, которые наблюдать за... Ну, чтобы наблюдать за космосом. Вот сделать вот такую вот обсерваторию. Вот такую вот. Сделать импровизированный телескоп. И сделать такое вот место, чтобы, допустим, мы нажимаем... Ну, подходим к телескопу, нажимаем кнопку, телепортируемся, хер знает куда, вон вверх. То есть, чтобы наблюдать за звездами и так далее. Вот. Телепортируемся вверх. И потом, если мы хотим выйти, мы, опять же, либо нажимаем на кнопку, либо это сделать на тест-форе. Нажимая... Ну, то есть, нам... Нам еще дают... Обездвижимость. То есть, мы не сможем двигаться и так далее, и тому подобное. Вот. И, если мы нажимаем на кнопочку, и нас телепортируют назад в эту обсерваторию, к телескопу. Вот такие вот. У меня еще планы есть. В общем, такого точно ни в одном механическом доме не было. Это даже, можно сказать, будет механический дом-лаборатория. Вот так. То есть, это будет вот такого вот плана. Ну, и лабораторию я еще подумаю, как можно будет сделать. В общем, вот такие вот у меня есть идеи. Пишите в комментарии, понравились вам мои идеи или нет. В общем, сделать вот эту полноценную обсерваторию с раздвижной крышей. То есть, у нас будет раздвигаться крыша и так далее, и тому подобное. В общем-то, давайте теперь я вам расскажу про канал. В общем-то, ну, первая новость, естественно, 4000 подписчиков на моем канале уже. Спасибо вам огромное. То, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки, также пишите свои комментарии. Комментарии поставляйте обязательно. Вот самый залог успеха – это комментарии. То есть, оставляйте свои комментарии, свои оценки под видео. Я буду все учитывать, все плюсы и минусы. Пишите все в комментарии. То есть, критику я, в принципе, воспринимаю нормально. То есть, вот так. Спасибо вам еще раз огромное. То, что 4000 подписчиков для меня – это большая цифра. Я вообще не ожидал такого небольшого, конечно, но успеха. В общем-то, что еще сказать хочу вам. Надо что-то снимать еще помимо Майнкрафта. Вот. У меня есть несколько предложений. То есть, это какие-нибудь инди-игрушки, там, хорроры, я не знаю. У меня есть полноценное предложение снимать Fallout 3. Те, кто не знает, что такое Fallout 3, можете погуглить, посмотреть. Это игра, по моему мнению, это самая офигительная игра с открытым миром. Я ее прошел около пяти раз. Мне она вообще не надоедает. Игра очень классная. Она мне очень нравится. В общем-то, вот такие вот дела. Нужно что-то новенькое. Может, какую-нибудь рубрику новую, там, я не знаю, с ачивментами. Может, какие-нибудь ачивменты выполнять ваши, которые вы будете говорить мне, писать в комментариях. Либо какие-нибудь вызовы делать. Я не знаю еще. Надо как-то развивать канал, не только в тематику механизмов и так далее и тому подобное. Нужно как-то развивать канал, тематику каких-нибудь, я не знаю, игр, там, такого плана. Какие-нибудь шоу делать. Может, какие-нибудь гриферы, шоу. Я не знаю. Например, допустим, я играю на каком-то, ну, играю на каком-то сервере, построим там убежище себе, там, логово. И будем в этом логове гриферить. Ну, будет это наш, как бы, наш дом, про который никто не знает и так далее и тому подобное. И нужно как-то будет сделать, там, гриферить будем людей и так далее и тому подобное. Я не знаю, если честно, половина из этого, того, из всего, что я сказал на ютюбе уже есть. Ну, если вам, естественно, понравится какая-то идея, то вы можете отписаться в комментариях. Я предложение это учту и... Также я, может быть, какое-нибудь шоу запилю. Ну, и также прохождение игр. Да, и ещё одна игра, которая тоже классная, но она займёт очень долго времени прохождения. Это игра, которая называется ВТУ Врага 2 Штурм. Это стратегия, то есть игра очень классная. Тоже про Вторую мировую войну. Она мне очень понравилась, эта игра. Но миссии в ней занимает очень много времени. В общем, вот такие вот дела, народ. Вот, также, я не знаю ещё, что ещё сказать-то. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там я теперь ещё займусь также группой ВКонтакте. Буду там постить какие-нибудь новости, какие-нибудь там приколюхи всякие, не знаю, новости. Ну, в общем, посмотрим, что я буду постить. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там будет выходить информация очень вам нужная. И также ещё, как сказать бы... Что-то хотел сказать, из головы вылетело. А, да, всё, вспомнил. Мне некоторые в личку пишут, почему видео выходит так редко. Я вам отвечу, народ. Дело в том, что в ситуации на юго-востоке... Я живу именно в Донецке. У нас ситуация очень сейчас тяжёлая. То есть, ежедневные... Там, ну, нас, где я живу, нас сейчас пока что ещё не обстреливают. Но, где-то километров 20-30 от нас идут сейчас самые ожесточённые бои. То есть, слышны залпы там всяких орудий, градов и так далее. Вот. Так что, иногда бывают перебои с интернетом, с электричеством. Так что, у меня нет времени, чтобы... Ну, времени вообще у меня нет, чтобы записать какие-либо ролики. Так что, вот так. В общем-то, ролик этот, как я уже повторюсь, не несёт никакой смысловой нагрузки. Вот. Поэтому, я думаю, уже по времени заканчивать надо. В общем-то, это был такой своеобразный подкаст. Назову я это «Постройка механического дома», скорее всего, подкаст. Вот так. Так что, я думаю, на этом я закончу уже. Сколько и времени уже. 15 минут прошло. Так что, всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok